Я работаю в службе знакомств. Агентство знакомств называется у меня «Удача». Люди ко мне подходят, чтобы найти свою вторую половинку или просто друга-подругу найти. Ко мне необходимо записаться сначала на время, где-то час у нас уходит на собеседование, потому что необходимо побеседовать с человеком, понять, кто ему нужен, может быть, обсудить какие-то качества характера этого человека, того человека, которого ищем. Сам процесс занимает не так много времени. Заполняется анкета, потом выбираем мы по фотографиям. Конечно, мужчинам очень важны внешние данные дамы. Чаще обращаются мужчины, но большинство приходят женщины, потому что мужчины у нас немножко побаиваются. Подходят люди постарше. В основном возрастной диапазон где-то от 30 до 50. Хотя я беру без ограничения в возрасте. По словам Елены, оказать помощь она сможет только тем, кто действительно хочет найти свою вторую половину. Я даю выбор, рекомендации, если надо. Но многое зависит еще от человека. Потому что если человек приходит закрытый, ему очень трудно помочь. Я могу порекомендовать встретиться вот с этой женщиной, например, с этим мужчиной. Но еще человек должен затрачивать много усилий от себя лично. Я предоставлю только выбор. За последние годы работы Елена сумела соединить более 40 пар, которые сегодня являются счастливыми супругами. Кроме того, совсем недавно Елена наладила связь со столицей нашей Родины. Ко мне много звонков идет из других городов. Хотят сотрудничать с службой знакомств. Но я вот выбрала пока Москву. Там у меня работает свой человек в службе знакомств. И мы будем как бы сотрудничать. Так что если вдруг небеса не могут помочь вам соединиться со своей второй половинкой, тогда это сделает госпожа удача. Милые женщины, уважаемые мужчины, вы надеетесь, что найдете свою вторую половинку. Надо просто верить в себя и надеяться на лучшее. Я могу вам предоставить удачу, но путь к успеху все-таки идет через усилия.